Радио Свобода. Глушить уже поздно. Голосовой помощник Радио Свобода. Привет, это Маруся. Хорошие новости? Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся, компании Mail.ru Group, на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула. Просто скажите, Маруся, включи Радио Свобода. Свобода становится еще ближе. Радио Свобода. События ведущего дня. Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территории Украины остается крайне высокой. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми. На просьбу оценить уровень угрозы, связанной с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороне. В этой связи, по словам Байдена, у Соединенных Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокаций, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину, сказал Байден. С утра в четверг представители пророссийских сепаратистов на востоке Украины утверждают, что украинские войска якобы ведут обстрелы населенных пунктов в Донбассе. В штабе украинских войск заявили о десятках нарушений сепаратистами режима тишины, начиная с полуночи четверга. Выступая на днях, Джо Байден заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины порядка 150 тысяч своих военнослужащих. На заседании Совета безопасности ООН 17 февраля, посвященном обострению обстановки вокруг Украины, госсекретарь США Энтони Блинкин призвал Москву четко и ясно заявить всему мировому сообществу, что Россия не готовится напасть на Украину. По словам Блинкина, он отправил письмо главе МИДа России Сергею Лаврову с просьбой о личной встрече на будущей неделе. Зам главы МИД России Сергей Вершинин, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН, призвал западные СМИ и Запад в целом, как он сказал, перестать ставить себя в неловкое положение, спекулируя на теме мнимого вторжения России в Украину. Москва планы вторжения не раз отрицала. Из России выслан заместитель посла США Барт Гурман. Об этом сообщили российские агентства со ссылкой на американскую депрессию в Москве. Позднее в четверг информацию подтвердил Госдепартамент США. «Действия России против замглавы нашей миссии являются провокационными, и мы рассматриваем их как шаг к эскалации, совет на который сейчас готовим, цитирует рейтер заявления Госдепартамента. Пока не ясно, что именно стало причиной высылки Гурмана. США и Россия, отношения между которыми долгое время остаются на очень низком уровне, ведут обсуждения по поводу присутствия и работы их дипломатических миссий в столицах обеих государств». МИД России в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложение Соединенных Штатов по вопросу безопасности, которые в свою очередь стали ответом на российские требования. Агентство ТАСС публикует полный текст российского ответа. В нем говорится, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы, подготовленного российской стороной, проекта договора США о гарантиях безопасности. Россия, в частности, требовала отказа от расширения НАТО и возврата военных потенциалов, в том числе ударных и инфраструктуры НАТО, к состоянию на 1997 год. Суд ужесточил приговор отцу оппозиционера Ивана Жданова. Вместо уголовного срока ему назначили три года колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Апелляцию на приговор подавала как защита, требовавшая освободить Юрия Жданова, так и сторона обвинения, которое настаивало на реальном сроке. Иван Жданов был директором признанного в России экстремистским и запрещенного фонда борьбы с коррупцией. Он один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального. Великобритания отказалась от программы выдачи золотых виз, благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввозимые капиталы. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Притти Паттл. «У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой», сказала Паттл, добавив, что хочет остановить коррумпированную элиту. Ранее о планах отказаться от программы выдачи золотых виз сообщили ряд изданий, в частности «Таймс». СМИ предположили, что это произойдет в течение ближайших недель, а в качестве основного мотива отмены называли исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путином на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в личном турнире в женском одиночном катании. Серебряным призером стала еще одна россиянка Александра Трусова. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Победитель короткой программы, россиянка Камила Валиева, которую ряд сми называли главной сенсацией нынешней зимней Олимпиады, в произвольной программе допустила несколько ошибок. В результате Валиева стала четвертой. Камила Валиева ранее в составе сборной Олимпийского комитета России выиграла в столице КНР командный турнир, но церемонию награждения отложили. Стало известно, что Русада получила неблагоприятный результат допинг-пробы Валиевой и подвергла 15-летнюю фигуристку временному отстранению, которое было оспорено. Разбирательство этого дела продолжается. С новостями четверга, 17 февраля, вас познакомила Светлана Обратнова, Радио Свобода. У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Вы слушаете информационный «Дальше» с «Преми Свободы». Главная тема этого выпуска – российские войска в Беларуси уйдут или останутся. Белорусский философ Владимир Манскевич прекратил голодовку. Российская фигуристка выиграла золотую медаль Олимпиады в одиночном разряде. И это не Канила Валиева. Отец оппозиционера Ивана Жданова приговорен к трём годам колонии. Итоги Берлинского кинофестиваля. А также выпуски. Миссий марсохода было сразу несколько. Первый оповесток – доказательств возможного существования жизни на Марсе. Год миссии марсохода «Эльферсбернс». 18 февраля должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На ней будет решено. Итоги Берлинского кинофестиваля подводил Дмитрий Волчек. 18 февраля 2021 года на Марс прибыл американский марсоход «Эльфернс». За год марсоход проехал почти 3 километра, взял десяток проб грунта и даже запустил небольшой дрон. Как оказалось, это возможно даже в условиях очень разряженной амерцианской атмосферы. Об основных задачах марсохода и его успеха рассказывает научный журналист Михаил Котов. Михаил, завтра исполняется ровно год, как марсоход «Эльфернс» оказался на поверхности Красной планеты. Напомните, пожалуйста, какова была его миссия изначально и скажите, что ему удалось за этот год сделать. Миссий у марсохода было сразу несколько. Первая основная – это поиск доказательств возможного существования жизни на Марсе. Кроме этого, было несколько дополнительных миссий, и опробовать вертолетный дрон Ingenuity. Это маленький дрон, который умеет летать. Опробовали уже к этому времени. Летает. Сделали с его помощью несколько тестовых полетов. Кроме этого, марсоход по пути своего следования собирает образцы. Он соберет 42 образца пород Марса, марсианского воздуха в разных местах. И предполагается, что это станет первой частью большого эксперимента по доставке этих образцов с Марса на Землю. Но если это и случится, если все произойдет так, как надо, то завершится этот эксперимент только в 2031 году. Ну и кроме этого, на марсоходе Perseverance установлен был еще один очень интересный прибор, МОКСИ, который тестировал возможность получения кислорода из марсианского воздуха. В очень небольших количествах, только чтобы доказать, что это получается. Да, это тоже опробовали, тоже получилось. И, соответственно, вполне возможно, что на его основе впоследствии будут сделаны приборы гораздо большего размера, когда к Марсу уже полетят люди. Михаил, напомните, какие в нынешнем состоянии ближайшие планы по высадке человека на Марс? Не хочется расстраивать, но конкретных планов пока нет. На самом деле человечество достаточно далеко еще от того, чтобы высадить человека на Марс. Сначала нужно, скорее всего, в первую очередь попробовать высадиться на Луну, опробовать это, а уже потом готовиться к полету и высадке на Марс. Все дело в том, что есть очень большое количество сложностей как с самой высадкой, как организовать ее технически и сделать безопасно для космонавтов, так и проблем с возвращением обратно. Кроме того, это место будет достаточно длительным по времени, и как обеспечить для космонавтов здоровье и возможность сохранить силы с момента высадки на Марсе, это тоже очень-очень сложный вопрос, который еще предстоит решить. Поэтому не раньше, чем в ближайшие, на мой взгляд, лет 10, об этом смысла говорить нет. Но во всяком случае, теперь мы знаем, что кислород получить из пород, который можно найти прямо на Марсе, возможно. Да, это уже возможно, это уже попробовали. О приключениях марсохода «Персиверенс» рассказывал Михаил Котов. Это был информационный дайджест «Тремя свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго. Студия подкастов «Радио Свобода». Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто не хочет целыми днями сидеть в социальных сетях. Я делаю это за вас и пересказываю вам актуальные дискуссии из Фейсбука, Ютьюба, Телеграма и Твиттера. В этом выпуске речь пойдет о новом процессе Алексея Навального и о том, как депутат Делимханов заставил извиняться депутата Закускина. На днях в Москве произошла неприглядная история. Глава Мещанского районного совета депутатов Александр Закускин фактически напал на пожилую женщину, которая торговала на улице. Разбросал ее товар и брызал ей в лицо из перцового баллончика. О том, как было дело Салема Иисуф Хаджиева, как ее зовут, рассказала каналу «Сотовижн». Он взял, но я с ногами, я с тебя депортирую. Я говорю, что ты моя депортируешь, что я чеченка, я россиянка. Я за ним иду, показывайте вот так вот. Это, конечно же, рассказывали те самые государственные пропагандисты, у которых виллы на озере Пома и все прочее. Но вот это не считается. А то, что Навальный сидит за границу, это страшнейшая растрата. Про-кремлевские блогеры активно продвигают версию следствия. В то время как сторонники Навального утверждают, что ни о каких экстраординарных тратах речи не идет. Илья Яшин. Следаки выявили, что последние пять лет... ...путин прислушался к словам Волкова и действительно устранил кризис. В том, что это случится, полной уверенности пока нет. Ситуация не располагает к оптимизму. И все-таки есть люди, которые пытаются надеяться на лучшее. Например, оппозиционный политик Илья Яшин. 15 февраля 2015 года Алексей Навальный и Борис Немцов встретились накануне Большого шествия российской оппозиции, который должен был оптимистично называться «Марш весна». Но вместо весны мы получили травм. Накануне акции Немцова застрелили у стен Кремля. И в центре столицы прошла огромная демонстрация, посвященная его памяти. Спустя семь лет один из них в могиле, а другой чудом пережил отравление и остается в колонии, где над ним просто издеваются. В материалах уголовного дела нулевая фактура и фейковые потерпевшие. Процесс фактически закрыт и судят Навального прямо в колонии. И понятно почему. Прокуратуре просто стыдно с такими материалами выходить в открытый процесс. У многих происходящее оставляет тягостное впечатление. Кажется, что страна окончательно погрузилась во мрак, что ничего хорошего ждать уже не стоит. Но знаете, я все равно остаюсь оптимистом, потому что вижу, на смену агрессивно послушному большинству приходит новое поколение. Молодые, независимые, самостоятельно мыслящие люди, которые сейчас оканчивают школу, учатся в университетах и в недоумении смотрят по сторонам. Эти ребята совсем из другого теста. Они не хотят ходить с троем. И поэтому такие ребята массово уезжают сейчас за границу, добавляют себя. Надеемся хотя бы на то, что у них когда-нибудь появится возможность вернуться и желание это сделать. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки, пишите комментарии. До скорой встречи. Говорит и показывает радио «Свобода» программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыкопцева. Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мотко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.